Тверской суд Москвы сейчас, в эти минуты, рассматривает ходатайство следствия об аресте футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Полиция уточнила формулировку, по которой им предъявят обвинение. Хулиганство по предварительному сговору или в составе организованной группы. Статья, которая уже не позволит избежать наказания, просто уладив конфликт с потерпевшими. Наказание до 7 лет заключения. И сегодня же следователи обнародовали видеозаписи первого допроса футболистов. Эти кадры многое объясняют. Репортаж Александра Карпова. Представьтесь, пожалуйста. Кокорин Александр Александрович. Да, три летние. 15.03.1991. Куколы, частности, они привлекались? Да. Первые кадры допроса особо опасны в нападении футболистов. Судя по некоторой вальяжности, Александр Кокорин еще не до конца понимает, что сидит он перед следователем в статусе уже не звезды, а подозреваемого. Объясните, к чему задержан? Задержан по... Как объяснить? Льва. Доходит в двух словах. В двух словах? По подозрению в чём? По подозрению в нанесении тярких. Дом граждан. Представьтесь, пожалуйста. Павел Мамаев, Павел Константинович. Датр рождения. 17.09.88. Привлекались ли вы ранее к уголовной ответственности? Нет. Можете объяснить, почему вы задержаны в данный момент? По подозрению в обвинении в связи с статьей 213, часть 2. Признаете ли вы свою причастность вообще к произошедшему инциденту? Это интервью или что? Павел Мамаев хотя бы знает инкриминируемую ему статью. Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. До 7 лет лишения свободы. Задержанных уже пятеро, включая младшего брата Кокорина и ещё двоих приятелей. Их содержат в изоляторе временного содержания на Осташковской улице. Нам удалось увидеть спотопично, поскольку приехал конвой. И, соответственно, сейчас их будут доставлять Тверского района в суд. Для избрания меры пресечения? Возможно, да. Сейчас? Ну, коль суд этапирует, соответственно, оттуда направлено ходатайство следователя. С соответствующим ходатайством, каким нас пока не уведомляли. Нам удалось установить, в каком именно заведении Кокорин и Мамаев провели ту самую ночь в здании гостиницы Пекин. Вот драка Кокорина и Мамаева, которая здесь произошла, они где отдыхали ночью, в каком именно заведении? Я понятия не имею. Я с 10 работаю. Это рано утром было. Но я так понимаю, вот эгоист. Эгоист. Это стриптиз-бар? Да. Всё совпадает. Клуб «Эгоист». Время работы с 7 вечера до 6 утра. Сайт заведения «Эгострип» говорит сам за себя. Выйдя отсюда, агрессивная компания жестоко расправилась с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. А устав работать ногами, видимо, решили попить кофе на Большой Никитской. Извинение членника Москопторга происходило прямо в этом углу. В основном Дениса Пая сначала его оскорбляли по национальному признаку, а потом Александр Кокорин схватил вот такой стул и ударил его по голове. А по самому стулу здесь уже, конечно, нет. Он стал первым задержанным в этом деле. Ужасающая сцена происходила при полном равнодушии охраны кафе. Скажите, а почему охрана не разняла драку? Я в тот момент не работал, поэтому подробностей сообщить не могу. Ну вот люди подошли к другим людям, били их стульями по голове, и была драка, и она продолжалась длительное время. Почему охрана ничего не предприняла? Я не могу вам объяснить эту ситуацию. От самих дебоширов тоже не последовало обещанных объяснений. За Александра Кокорина извинился лишь его отчим в соцсетях. Мой сын искренне сожалеет, что ударил господина Пака. И хотел сегодня после допроса публично извиниться перед ним. И перед всеми, кого подвёл таким поведением. Но он не успел этого сделать. Ему не дали такой возможности. В изоляторе задержанных навестили правозащитники, которым Кокорин и Мамаев дали довольно экстравагантное объяснение своего буйного поведения. У них был очень интенсивный график тренировок. И они не спали, ехали в поезде, пили только пиво. Но при этом, при всём, видите, так пагубно на них сказался алкоголь. Они сообщают о том, что они не употребляли наркотические средства. Более того, они являются профессиональными спортсменами. Поэтому также крайне редко могут позволить себе алкоголь. Следствие в конце дня обратилось в Тверской суд столицы с ходатайством об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Александр Карпов, Дмитрий Малышев, Наталья Новгородова, Елена Воронцова. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok